Так, привет дружище! У нас что-то в последнее время очень много видео с ништяками, но на самом деле для меня лично это даже интереснее, чем просто роллинги, потому ставь лайк, сегодня будет необычное видео, сейчас я вам попытаюсь объяснить, что, зачем и почему, и подписаться не забудь, мой милый друг. Нахожусь на аккаунте Света, ник Ильвара, у неё, кстати говоря, сегодня день рождения, мы её и поздравляем, можете в комментариях поздравить, и у Светочки сегодня не только праздник в плане дня рождения, но сегодня мы постараемся заполучить таких героев, как Огнекрыл и непосредственно Розалинда, не знаю, как нам повезёт. А, слушаю, ну с Огнекрылым, с Огнекрылым по-любому повезёт, тут уже из ЖЖ нас кинуть не смогут, а вот по поводу Розалинды большой вопрос, все вы, наверное, помните то, как это происходило у меня, что у нас сегодня по акциям, вот такие вот так, это что, это седьмые продают, сволочи, ладно, короче, смотри, сегодня мы распакуем Огнекрыла, так, А, и кстати, да, гильдия Ла-Ла Ленд, ребят, не забываем вступать, от 100 тысяч силы, вот, приём бойцов. Так, смотри-ка, в чём фишка, заходим на склад, берём так, не спеша, хоп, заваливаемся на склад, вроде бы, ну, что-то такого, а заходишь сюда и тут просто... Просто жесть, понимаешь, тут просто, тут просто очень жёстко, это, это реально очень жёстко, а даже не знаю, с чего начать, смотри, отсюда нам могут, может Розалинда упасть, и отсюда может Розалинда упасть, то есть, ну, как бы это вам... Ну, давай начнём тогда с сундука форта. Так, коробки. Коробки. Коробки нам не упало. Мы сегодня получим на данном аккаунте огнекрыло. И, кстати говоря, будем пытаться ему выловить талант. И тут, конечно, много вопросов. А ну, с чего ещё начнём? Так, слушай, сколько вот этих вот мешков? Смотри, первый, второй, третий, четвёртый уровень и пятый. Давай начнём с первого. Что тут? Дар жизни. Так, ну давай открываем его. Тут прям история нечтяков получается. Дальше. Второй пакет. Что тут может упасть? Тут осколки бугимена могут упасть. И на самом деле на этом аккаунте бугимена-то и, скажем так, не хватает. Вот. И я вам сейчас ещё скажу, кого не хватает. Так. Не хватает командоры, бугимена, рогатки и рибида. То есть, ну, по идее, тут командоры и бугимен нужен. Ладно, давай открываем. Ты там лайк-то поставил? Тут вот такие вкусняшки. 20 осколков бугимена. Мало. Ну, это, я говорю, вот эти вот мешки, они самые тупорылые. Реально, развод это и GG. Тут можно и не надеяться что-то там крутое получить. Идём дальше. 8. 8 мешков. В принципе, можем красный камушек как-нибудь себе, да, раздобыть. Ну, мы, у нас не получилось. Ну, 30 осколков командоры. Недостающий. Так, идём дальше. Тут уже, смотри, покруче левел. Тут уже осколки феникса могут падать. Феникс есть. Ну, давай открываем. 5 осколков феникса. Вот я вам о чём говорю. 10 осколков скина. То есть, если вы из этих мешков там надеетесь получить какой-либо скин, или, к примеру, вы надеетесь получить героя, собрать, то это бесполезно. Там, может быть, у вас и 40 этих мешков, но толком ничего не соберёте. Так, Ронин. Вот эти тоже откроем. Дальше. Удачный сундук. Полетели. Ну да, с форта, а не с удачного сундука коробки чё-то не падают. Ну, сундук гильдии, чё бы нам взять и его, скажем так, не открыть. Далее. Да, сегодня может быть и роллинг. Сундук эмблемой прайм. Сундук с эмблемой прайм. Это какой уровень? А, ну ясно. Ну давай откроем. 5. 5, 5, 5, 5-ый, 5-ый психосчит. Так, давай вот эту карточку открываем. Дальше. Смотри, вот последний мешок остался. И он всего лишь тут один. Ну давай посмотрим, что выпадет. 10 осколков скина на Феникса. Ладно. Что тут у нас ещё? Давайте вот с этих сундуков начнём. 40, 45-ых. Это тут по идее... Блин, ну... Ааа. Я надеялся, что это те, откуда может... Угу. Я надеялся, что это те, откуда может порочный пакт упасть. Вот если бы было вот этих вот, да, то есть не пятых, а четвёртых 40 штук, это было бы классно. Там и священный огонь поймали бы, и порочный пакт. И тут очень крутые ништяки. И причём пятый сундук, ну, как по мне, он такой, ну, хуже, чем, допустим, вот этот, вот четвёртый. Ладно, давай откроем вот это вот чудо, что нам тут может упасть. Кулаки, ну давай. Ну, неплохо. Так. Ну, тут вообще тоже. Если только надеяться, что упадут красные камни. Давай. Открываем сразу всё. Это что у нас там? Ну, на порочный пакт для огнекрыла, надеемся. И священный огонь для Розалинды тогда, если мы её выбьем. Па-бам! И нифига. Только коробки. Только коробки. Только коробки. Вот как теперь ловить талант огнику? Окей, давай это открываем. Сколько тут красных камней выпадет? Так. Четыре, пять. Раз, так, четыре. Из сорока пять выпало и пятнадцать. Слушай, это сколько коробок выпало? Это двадцать. Двадцать. Тридцать пять коробок. Сколько книжек крутых выпало? Ну, окей. Так, давай вот это откроем. Пять штук. Ну-ка. О! Десять камней красных выпало. Это вообще замечательно. Давай дальше. Ну что? Подбираемся к самому вкусному. Ну, надеюсь, здесь выпадет ремк. Ну, надеюсь, здесь выпадут нормальные, скажем так, эмблемы. О! Ну! Что за залупа, а? Психощит восьмой такой. Ложный выпад восьмой. Ну, священный огонь один выпал. Выживание. Хорошо. Ну, дар жизни, допустим. Но, блин, из одиннадцати, из одиннадцати, что-то интересного и толкового нам выпало только, ну, два таланта. Ну, ладно, раскол там для архидемона, железная воля там для подземелий. Ну, почти. Да вот ни одной ремки восьмой. Вот, прикиньте. Это, как и я, обломался. Теперь, что смотрим? Давайте. У нас семь мешков огнекрыла. Давайте представим, что на этом аккаунте нету 195 осколков огнекрыла. Допустим, вот мы надеемся с семи мешков выбить огнекрыла. Получится или нет? Можете даже написать ваши ставочки в комментариях, поставить на паузу. Давай, погнали. Ну? Серьезно? Сто десять осколков? Вот прикинь, какой облом был бы, да? А я помню, один раз я получил 195, а второй раз я получил 270. Вот. Жестко. Ну, то есть... То есть, как бы, мало надежд на то, что у нас Розалинда упадет. Ну, давай. Здесь, по идее, что-то может упасть. Давай открываем, короче. Была, не была. Ну-ка. Пятнадцать осколков только. Блин, даже мне больше везло. Пятнадцать осколков Розалинда. И... То есть, нам надо где-то 185. Ну, давай, рандомчик, не подведи. Сто двадцать, сука. Шестидесяти пяти не хватает. Даже, ну, тут шестидесяти трех, потому что три осколка было. Окей. Все, по подаркам у нас все. Да, у нас, ребятушки, по подаркам все. Теперь наша задача... А что у нас тут? Ну, священный огонь лежит. Ну, наша задача как-нибудь порочный пакт попытаться выбить тогда. Вот. Огнекрылу. И паролем сколько-то самоцветов. Паролем сколько-то самоцветов, друзья. Обмен. Теперь открываем огника. Поздравляем. Теперь на аккаунте сейчас появится огнекрыл. Ну, огнекрыл, понимаете, такой герой. На него подходит много талантов, но как... Я бегаю с порочным пактом. Нет, то есть, в принципе, устраивает. Почему бы и не да? Ну, давай, не знаю, коробки выбивать. Выберите предмет. Сорок шесть коробок. Это вообще жестко. Утекание жизни. Так, ну, это если доп какому-то поставить. Давай дальше. Приговор. Странно у нее тут, конечно. Ну, давай на первое время. Но здесь как бы что-то такое для архидемона. Или это доп просто. У нее есть прокачанный мишка. Есть прокачанный мишка? Прокачанный мишка. Вот. Хочу качать, качать. Нет. Прокачанного мишки нет. Слушай, да тут, блин, по идее, если выпадет порочный пакт, то это лучше Фрей поставить. Водушевление. Священный огонь. Ну, тут еще терпимо. Ну, блин, на Фрей я лучше бы на урон что-то поставил, да? Блин, ну, сложно. Не люблю таланты. Раньше как-то по приколу было таланты ролить. А вот сейчас я конкретно не люблю их ролить. Самоуничтожение. Допу какому-то. Огненная защита. Огненная защита. Так, тут нет. 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 Дальше. Тут нет. Тут нет. Тут тогда какой-нибудь, не знаю, дар жизни или стойкость. Махатми нет. У Махатми священный огонь. Так, ладно. Тут исцеление, все хорошо. Тут уже стоит огненка. Тут уже прокачана каменка. Так, тут все хорошо. Друзья, вторым талантом можно же, да, на него поставить? Поменять. Давай вот так вот сделаем. Заменить. Ну, давай дальше. Ну, ждем порочные пакты нам тогда как минимум. Ой. А, ну тут оживо, да, хорошо, допустим. Тут давай ему на первое время. Потом поменяется талант. Коррозия. Типа допу какому-то. Давай сейчас какому-то допу вцунем. Давай. Бог войны. Бог войны. Ну, ей... Я бы на первое время поставил бы Фреи. Тут я даже не знаю, то есть... Так. Слушай, ну... Блин, вот реально не люблю роль... Роли таланта. Тут и Вальтору можно поставить. Не, Фрея со стойкостью прикольная. Сам бегал такой, но ее тогда надо... То есть, чтобы она что-то делала... Ну, у меня у самого Фрея со стойкостью. То есть, там вторым талантом стоит. Но чтобы она делала, ее надо правильно собирать. То есть, здесь чару на урон. Созвездие тоже там тогда на урон. Нет. Ну, порочный пакт надо ставить. Ну, сейчас бегаю с порочным пактом. Я поставил на нее порочный пакт. И, мягко говоря, не обламываюсь. Но шестую стойкость на Бог войны меня есть как бы тупо. Потому я даже, ребят, если честно, не знаю. Ну, там Дед Мороз есть. Тут, видишь, непонятно. То есть, как-то так прокачано. Доп, не доп. И герои не прокачаны. Что-то ты как-то... Ай, не люблю я. Таланты роли есть. Потом ты ставишь какого-то героя. Оказывается, что там он уже какой-то... Ну, то есть, я поставлю Деду Морозу. А кажется, что он уже тут был и прокачан. Да? Вот где тут Дед Мороз? Слушай, давай поставлю Фрея. Вот. Потому что, ну, от стойкости... Ну, до свидания. Это, ну, она не собрана под стойкость. Если вы ставите на Фрею стойкость... Я когда-то на свою Фрею ставил стойкость. То надо собирать ее под стойкость. Всеми возможными остальными способами увеличивать ее урон. Так, аживо. В принципе... В принципе... Тут есть уже аживо. Теоретически, конечно, можно огнекрылую аживо поставить. Если бы на него еще был скин, было бы вообще классно. Ну, давай на первое время поставим. Давай дальше. Наслабление. Давай дальше. Выпадет здесь порочный пакт или нет? Еще один бог войны. Так, ладно. Где-то я здесь видел Деда Мороза. Где-то я здесь... Вот, Дед Мороз. Может пригодится потом, когда-нибудь в восьмых кошмарках. Стойкость. Стойкость, стойкость, стойкость допу. А, ну подожди. Почему допу? У нас есть асура. У нас есть асура. Можно, не знаю, основным талантом стойкость, эмблемой, дар жизни. И там вообще, я не знаю, сколько хп у него будет. Так, давай дальше. Просто мега много хп. Ложный выпад. Ну, у меня огнекрыл когда-то на самом деле был сложным выпадом. У меня огнекрыл был сложным выпадом. И он у меня есть. Просто я бегал сложным выпадом. А потом поставил порочный пакт. И как бы я остался на порочном пакте. Но, в принципе, сложным выпадом он меня по полной программе устраивал. Потому, может, даже если сейчас выпадет какая-то... Какой-то порочный пакт. То лучше поставить... Лучше поставить... Лучше поставить его тогда... Лучше поставить... Фрей. Так, за медло. Ну, давай на первое время. Ремка пятая. Ну, основным талантом я не знаю, кому тут ремка нужна. Что там у хранителя? Так. Хранитель. А, тут шестая у него даже прокачана за счет. Блин. Вот, блин. Так, тут есть. Там для архи уже талант расставлен. Тут есть. Тут есть. Тут оживо. Ну, это, допустим, для древних испытаний. Можно, по идее, сюда поставить. Я там вроде качал ему каменную кожу. А рунами я ремку ставил для древних испытаний. Так. Слушай, ну, можно Арктики поставить. Давай дальше. Выберите предмет. Выберите 30 коробок. Ну, я вам скажу, ребята. Не падают пока что новые таланты. В том количестве, которым мне хотелось бы. Ну, тут нет смысла держать. Так, давай дальше. Сменить. Еще один ложный выпад. Блин, а что теперь? Ложные выпады будут падать постоянно. Ну, давай уже. Тяжелый удар. Мера. Смертельный удар. Некому. Столько допу. Вот на Медузу можно было пятую ремку поставить. Но вряд ли сейчас. В ближайшее время. Где? А, елки-палки. Тупанул. На Атлантикора надо было пятую ремку поставить. Вот где лоханул. Так, каменная кожа. Каменная кожа. Давайте тогда поставим Трифиду. Вот это я лох. Вот это я лошара. Дальше. Бог войны. Тут есть. Тут есть, есть, есть. Есть все. У нас уже вроде... А, ну. Еще один бог войны. Да что ты будешь делать? Куда его уже ссувать-то, а? Почему непорочный пакт? Почему бог войны? Почему именно бог войны? Гребаный бог войны. Давай дальше. Берсеркер. Тоже в топку. Давай дальше. Замедление. Замедление там уже кому надо стоит. Если только допу. Давай дальше. Тяжелый удар. Мимо допу. Заменить. Просвет. Вот место... А, вот сюда поставим. Давай дальше. Еще один пятый бог войны. Да что ж ты будешь делать? Снеговик у раскол. Давай так вот тогда ставим. Давай дальше. Самоуничтожение. Ну... Давай дальше. Приговор. Давай дальше. Семнадцать коробок осталось. Смертельный удар. Смертельный удар. Ну... Он не дает новых талантов с коробок. То есть эти коробки тоже по сути стали на самом деле бесполезными. Потому что с них ничего не падает. Ложит коррозия. Ну... Все. Уже тут кому можно было поставили, да? Есть только четвертые ремки на Валенсине там менять. На Медузе. Ну... Там... На самом деле-то поменять можно. Потому что толку от них там на самом деле ноль. Ну... Мало ли. Так. Угу. О, давай сюда. Ну-ка. Приговор. Ну это жестко. А, тут уже вторая эволюция. Можно поменять. Тяжелый удар. Так. Ну тут уже основные герои пошли. Они все со второй эволюции. Ну давай там, я не знаю. Тогда ремки оставляю. Давай дальше. Ожог. На Роне не был ожог. А вот когда я... А, вы еще, наверное, не видели это видео. Когда я открывал коробки. И потому я рассказывать не буду. Давай дальше. Бастион. О-о-ой. Давайте Овдеку Бастион поставим. А, пускай сложным выпадом оставится. Кому еще тут Бастион можно поставить? Фрейи. Ну, давай, может, Фрейи в сумму. Помню, раньше там все дрочили на Фрейю с Бастионом. Потом кто-то уже... Нет, мне не нравится. Короче, все равно все склоняются к тому, что надо лепить порочный пакт. Посмотрите, сколько мы уже открыли. Сколько длится это видео. На свет... На аккаунте света. Жопа какая-то. Единственное, я разочарован с тем, что лоханулся. Эту ремку Атланту не поставил. Каменная кожа. Ну, вот кому. Как бы... Кому надо стоит. Опять же, если только... Если только Гаргулу... Вторым талантом... То, что... Ну, сюда, по идее. Давай сюда поставим каменку. Может, заклинательница будет использоваться. Давай. Ожог. Ну, и Вальтору там можно было поставить. Так, давай дальше. Просвещение. Где ниндик? Ну, вот так вот. Ну! Рвение. Слушай. Может, тогда... Я даже не знаю. Слушай, давай огоньку. У меня у Сереги на аккаунте огонька с рвением. Вроде он и урона наносит хорошо. Вроде он и... Стоит неплохо. Ну, это будет интереснее, чем ложный выпад. Еще одна каменка. Может, Вальтору. Короче, ложные выпады везде уходят. А куда-то пропадают. Ну, давай лучше каменку. Так, идем дальше. Ну, давай попробуем за самым выбить. О, милость борца. Милость борца. Милость борца. Так. Думаю, что это даже будет веселее. Милость борца. Или же... Ведьма там второй талант замедления. Так. Сложно-то как, а? Ненавижу уролить таланты. У кого-то у другого на аккаунте. Потому что, если раньше все было просто, вот, то сейчас вариации расстановки талантов великое множество. И как бы ты не принял решение, а ты в любом случае окажешься неправ и тебя засрут. Так. Ведьма, сука, ты где? Что-то уже поменять. Лучше милость борца. Это будет куда эффективнее для архидемона. Так, давай дальше поменять. Столько коробок просрать. Ну, давай, может здесь выпадет. Давай, ёперный ты, театр. Та-та-да-да. Ну. Тут что-то вообще пятерки не падают. Обратите внимание. Ну, блин, ракушку, лезвие. Давай, порочный пак. Надо вообще, по идее, там, как минимум один порочный пак хотя бы Фрей поставить. Хотя, опять же, у меня что огнекрыл, что Фрей, они носились с ложным выпадом, да, по перваку. И я, в принципе, не обламывался. Тоже, они там свои функции выполняли. Хотя у меня Фрей, я не помню, у меня со стойкостью сначала была. Потом вроде я сделал ложный выпад. Ну, короче, там у Фрея история была моей. Ух. И какой бы талант я ни поставил, я не обламывался. Единственное, что со стойкостью. Ну, там, если вы уже ставите стойкость, то будьте готовы к тому, что очень правильно нужно собирать. Иначе это будет жопа жопная. Если вы поставите на Фрею стойкость и неправильно соберете. Даже когда вы правильно Фрею при таком раскладе собираете, все равно остаются к ней вопросы. То есть, ну, все равно она дамажит недостаточно. Она дамажит, да, но, скажем так, не так, как хотелось бы. На всякий случай сюда поставим. Блин, мы уже потратили много самоцветов. Мне не хочется дальше тратить самоцвета. Я думаю, света будет и так довольно. Давай, может, сейчас на халяву бугемена. Бигфут. Давай, может, бугемена. Все-таки у человека день рождения. Бугемена и командора. Ну, рандомчик. Потому что, по сути, да, Свете сегодня не повезло. То есть, коробок. Ну, я... То есть, с ништяков я бы не сказал. Сказал бы, что все шикарно падало. То есть, Розалин, думаю, на халяву не поймали. Каких-то там порочных пактов. Нужных талантов тоже не выловили. С коробок. С коробок тоже ничего не падало. То есть, ну, как бы, то, что мы хотели. Одержимый. За самоцветы таланты тоже не летят. Заклинательница. И, как вы видите, герои тоже не падают. Ну, просто... Что-то сегодня как-то такое. Не знаю, может, понедельник, день тяжелый. Ну, и человека день рождения рандом мог бы... И, как бы... Душегуб Махатман мог бы быть более лояльней. Понимаешь? Давайте здесь еще чуть-чуть по ролям. Хотя она говорила, типа, то, что останется ролить. Вот героев. Надо ли, не надо? Фея. Давай попробуем тогда выловить. Ну, просто это какая-то задница. Я недавно ролил. У меня за самоцветы получилось, конечно, выбить то, что я хотел. Но... Гнев. Ну, в жопу засунь себе, Джи-Джи. Этот гнев-то, а? Ну, вот это несерьезно. Давай до первой пятерки. Потому что, ну, тут дикий рандом. Выбьем, не выбьем какую-нибудь там, не знаю. А нет, тут нереально. Думаю, что... Пора прекращать. Вот. В принципе, талант это есть. Их только прокачать. Может, там Света сама какой-то другой день доролит. Доролит. Таланты есть. Можно качать, можно пользоваться, играть в удовольствие. Но не идеал. Знаешь, при... Том количестве ништяков. Что было на аккаунте. Все должно было выпасть просто. И порочные пакты должны были выпасть. И Розалинда должна была выпасть. Все должно было выпасть. Понимаете? А ничего не выпало. И как бы это жестко. Ну, прям как у меня на аккаунте. Понимаете? Так же я обломался. Ну, давайте все-таки прекратим. 20 тысяч оставим. Или нет? Или уже дороливаем? В принципе-то все хорошо выбили, да? Но не идеал. И бугимэна с командорой мы не достали. Не достали. Блин. Или ролить. Все-таки говорил, отратить. Смерть. Герои падают тоже. А упадет бугимэн с командорой? Не упадет. Фиг его знает. Но опять же, даже если упадут, я не знаю, когда она доберется. Стрелок. Доберется до них и будет качать. Все, давайте десятку оставляем. Впень. Впень, короче. Десятку как раз созвездия поролить. Чары. Там дофига коробок, чтобы открыть чары. Вот. Все. Ребятушки, еще раз поздравляю Светочку с днем рождения. Ну, рандом, я не знаю. Но это... Вот иногда бывает, знаешь, там... Вот с какой-то маленькой фигни. Ты выбиваешь себе все, что нужно. А бывает у тебя вот целая-целая куча всего. И фиг там будет. Ни восьмой ремки, ничего. Вы... Прошлые видосы, да? Посмотрите мои, что творилось на моем аккаунте. Вот примерно то же самое сейчас творилось на аккаунте Света. И я не понимаю таких вещей. Я все-таки считаю, что при таком обилии ресурсов должно падать все хорошо. То есть эти таланты, да? Эти, скажем так, розалинты гребаные. А вот как-то не падает. У меня пришлось аж два пака там донатить. В любом случае, поздравляю, конечно, с новым героем и так далее. И таланты вроде нормально. Осталось только качать. А потом в будущем там появятся какие-то скины и так далее. Если уже выпадет порочный пак, то поменяешь. Ну, как у меня было. То есть у меня сначала одни таланты стояли. Когда выпадали более лучше, я уже ставил другие. Потому что сходить с ума и запариваться, я думаю, что нету никакого смысла. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok